Если в мире кей-поп появляются какие-то слухи, обвинения или неприятные новости, весь фандом с замиранием сердца ожидает официального заявления от компании-артиста с надеждой узнать правду из первых уст. Но что, если я скажу вам, что кей-поп-компании нередко лгут вам, скрывая правду по той или иной причине? Всем привет! Вы на канале Брауни, и в этом ролике мы вспомним несколько громких случаев, когда ложь компании кей-поп-айдолов была раскрыта. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны, поддержите видео лайком и обязательно заходите в мой телеграм-канал. Там мы всегда на связи, и если что, точно не потеряемся. Но прежде чем мы начнем, я хочу официально заявить, что лето закончилось и началась осень. А это значит, что нам с вами нужен осенний плейлист, состоящий из треков, напоминающих о лете, уютных и согревающих песен, ну и, конечно же, самых горячих новинок, которые не перестают выходить. Следить за всеми новинками становится все сложнее, но решение все же есть. Слушать любимую музыку без каких-либо ограничений вам поможет Spotify-бот. С ним вы можете легко и быстро подключить себе подписку на Spotify, и вам больше не понадобится никакой VPN. Оформить подписку можно прямо в телеграме, как для себя, так и в подарок. А специально для моих подписчиков действует скидка 15% по промокоду BROWNIE15. Скорее переходите по ссылке в описании, читайте отзывы и подключайте подписку себе, чтобы слушать музыку с комфортом и иметь доступ ко всем новинкам без ограничений. Спасибо Spotify-бот, ну а теперь поехали! Тема для этого видео была запланирована уже давно, но когда сценарий был уже написан, произошло то, что неприятно шокировало не только все кей-поп-сообщество, но и меня лично, а именно ситуация с Тейлем из NCT. Просто представьте мое лицо. Я открываю новости и узнаю, что мой биос был исключен из моей любимой кей-поп-группы, так как находится под следствием по обвинению в сексуальном преступлении. Ни слухов, ни статей в СМИ, ни даже обвинений в соцсетях. SM Entertainment в совершенно несвойственной для себя манере просто моментально исключили участника из группы. Несмотря на многочисленные слухи и спекуляции, которые сейчас заполонили все обсуждения, мы все еще не знаем, что именно произошло и в чем конкретно обвиняют Тейля. Но судя по тому, как в данном случае повела себя компания, дело довольно серьезное. Ведь раньше они обычно действовали иначе. Отправляли айдола на перерыв на время разбирательств, ждали, пока дело разрешится или скандал подутихнет, а потом либо возвращали артиста к работе в группе, либо давали ему сольную карьеру, либо просто оставляли в подвале. Некоторые фанаты предполагают, что тактика поведения в подобных ситуациях могла смениться вместе со сменой руководства в SM Entertainment. Но мы не можем сказать этого наверняка, поэтому такое радикальное решение не предвещает ничего хорошего. На данный момент известно лишь то, что потерпевшей в данной ситуации является взрослая девушка, которая обратилась в полицию еще в июне, из-за чего SM Entertainment стали подозревать в утаивании информации. Ведь уже после этого Тейль принимал участие в мероприятиях NCT. SM Entertainment, конечно же, заявили о том, что не знали о ситуации вплоть до середины августа, а сам Тейль был вызван на допрос 28 августа, в тот же день, когда было объявлено о его исключении из группы. Конечно, полиция могла не уведомлять компанию, а сам Тейль наверняка не спешил рассказывать о подобном, особенно если он действительно виновен. Но многие все же сомневаются, что до такой крупной компании, как SM, два месяца не доходила столь важная информация. Я не возьмусь утверждать, знали ли SM обо всем заранее. Но эта ситуация смотрится довольно интересно в контексте этого видео, ведь это далеко не первый раз, когда компании ничего не знали. Хорошо это или плохо – решать вам. Возможно, временно прикрыть артиста и попытаться разобраться без внимания СМИ и лишних глаз – это мудрое решение. Но с другой, это немного обесценивает любые заявления компаний, и я надеюсь, что в конце этого видео вы сделаете свои собственные выводы. Начнем, пожалуй, с самого актуального, а именно с Хёны и ее личной жизни, которая сейчас активно обсуждается всем кей-поп-фандомом. В 2018 году, когда Хёна еще была под крылом Cube Entertainment, корейское новостное агентство TV Report сообщило, что между ней и Доном, который на тот момент был участником группы Пентагон и по совместительству ее партнером по трио Triple H, есть романтические отношения. Сообщалось, что артисты встречаются уже несколько месяцев, а также, что они устроили вечеринку, чтобы отметить день рождения Хёны и день рождения Дона в один день. Сейчас мы с вами уже знаем правду и то, чем закончилась вся эта история. Но на тот момент Cube Entertainment опровергли сообщение о романе между своими артистами. Вскоре Хёна и Дон сами подтвердили свои отношения. Кроме того, они начали встречаться не несколько месяцев, а два года назад, в мае 2016-го, то есть еще до дебюта группы Пентагон. После этого признания Cube Entertainment расторгли контракты с Хёной и Доном. А их заявление можно трактовать так, будто бы они не знали ничего об отношениях между своими артистами, во что, мягко говоря, верится с большим трудом. Безусловно, Cube могли опровергнуть сообщения об отношениях своих артистов, чтобы защитить их и их репутацию. Но, тем не менее, заявление компании по факту очень сильно отличалось от реальности. Перейдем от Хёны к ее нынешнему жениху Йон Чун Хёну. В 2019 году, когда Чун Хён еще был участником группы Highlight, его имя всплыло в крайне неприятном скандале с Молка, незаконно снятыми видео сексуальной направленности, который гремел параллельно с делом Burning Sun. Артиста обвинили в причастности к скандалу после того, как в чате, в котором распространялись Молка видео, был якобы обнаружен некий певец Йон. Компания Around Us Entertainment, под крылом которой на тот момент находилась группа Highlight, выпустила опровержение, назвав слухи беспочвенными. «Мы лично подтвердили, что певец Йон – это не Йон Чун Хён. Эти слухи беспочвенны». Однако, чуть позже Чун Хён признался, что действительно общался по переписке с Чон Джун Йоном, от которого получил видео с девушкой, распространяемое без ее разрешения, а также обсуждал его с ним в неподобающей форме, не видя в этом какой-либо проблемы. В своем заявлении он объяснил, что агентство встало на его сторону и опровергло слухи только потому, что он сам предоставил им неверную информацию, когда они позвонили ему, чтобы прояснить ситуацию. Возможно, компания и правда была не в курсе переписок своего артиста, но они просто выпустили официальное заявление с его слов, совершенно ничего не проверяя. Можно ли считать такие заявления весомыми и как после этого доверять словам компаний? После признания Чун Хёну пришлось покинуть группу Хайлайт. И хоть он и не был одним из главных действующих лиц скандала, именно эта неприятная история является причиной негатива, который сейчас получает Хёна за сам факт отношений с Чун Хёном. То же самое произошло и с другими артистами, замешанными в этом громком скандале. В 2019 году под подозрение попали Чхве Джон Хун из группы FT Island и Ли Джон Хён из группы CN Blue. Их обвинили в том, что они были участниками того самого чата, того самого Чон Джун Йона, в котором распространялись незаконно снятые материалы. Эти материалы были действительно кошмарными, например, видео с засилованием женщины, которая находится в бессознательном состоянии. В чате обсуждалось накачивание женщин наркотиками для последующего засилования, а также унижение этих женщин и другие грязные вещи разной степени незаконности. Обе группы FT Island и CN Blue находятся под руководством компании FNC Entertainment, которая категорически опровергла эти действительно серьезные обвинения. Мы ясно даем понять, что наши знаменитости Ли Джон Хён и Чхве Джон Хун контактировали с некоторыми социально противоречивыми знаменитостями только как друзья. Они не имеют никакого отношения к недавнему скандалу и никак не связаны с ним. Однако это оказалось неправдой. Ли Джон Хён позже признался, что был участником скандального чата и делал вульгарные комментарии о женщинах, которые были сняты на видео, из-за чего ему пришлось покинуть группу CN Blue. Чхве Джон Хун же так просто не отделался. Он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в групповом издаливании женщины, которая была пьяна. Позже он смог достичь соглашения с жертвой и его срок был сокращен до двух с половиной лет тюрьмы. Естественно, после такого ему пришлось покинуть индустрию развлечений. Однако после своего освобождения он связывался с поклонниками и даже изъявлял желание вернуться к творческой активности, что лично я расцениваю как полнейшее отсутствие стыда и совести. Вернемся к менее жестким случаям, а именно слухам об отношениях между знаменитостями. В августе 2019 года появились слухи о том, что Хичоль из Super Junior и Momo из Twice тайно состоят в отношениях уже целых два года. Компании артистов SM Entertainment и JYP Entertainment, соответственно, опубликовали по два заявления. Сперва о том, что изучают данный вопрос, а затем о том, что слухи оказались ложными, а Хичоль и Momo являются друг другу просто коллегами и никем больше. Слухи о романе между айдолами появились снова в начале 2020 года, и только тогда отношения Хичоля и Momo были подтверждены официально. Согласно заявлениям агентств, айдолы давно были близкими друзьями, но романтические отношения у них завязались совсем недавно. В июле 2021 года появились сообщения о том, что Хичоль и Momo расстались из-за плотных графиков спустя полтора года официальных отношений, и обе компании подтвердили этого. Из-за того, насколько неточными они иногда бывают, заявления агентств об отношениях между айдолами уже просто не воспринимаются всерьез, а о правде нам остается лишь догадываться. Еще один подобный случай произошел, когда в 2023 году появились слухи об отношениях между участницей BB Girls Ю Джон и актером Ли Гю Ханом. Тогда лейбл девушек Warner Music Корея опроверг слухи, опубликовав заявление, согласно которому Ю Джон и Ли Гю Хан – просто друзья, которые тусуются в одном кругу. Компания актера тогда не дала четкого ответа, заявив, что у них пока нет достоверных данных. Спустя два месяца пара подтвердила свои отношения, а Ю Джон пояснила, почему ее компания сперва опровергла новость. Как оказалось, слухи об отношениях звезд поползли очень быстро, когда они едва успели сходить на несколько свиданий и даже не считали себя парой, находясь в начальной стадии отношений. Так как все произошло буквально за неделю до камбэка BB Girls, Ли Гю Хан предложил Ю Джон опровергнуть слухи, чтобы новость об отношениях не оказала негативного влияния на группу. Впрочем, уже весной 2024 года Ю Джон покинула группу после того, как срок действия ее контракта с Warner Music Korea подошел к концу, так как решила начать новую главу в своей жизни. Увы, всего через год после начала публичных отношений звездная пара рассталась. Это лишь несколько самых ярких примеров, когда заявления компании не совпадали с реальной ситуацией. Лгали ли они намеренно, пытаясь прикрыть собственную репутацию или обезопасить своих артистов? Или же действительно могли ничего не знать? Безусловно, желание прикрыть артиста в вопросах личной жизни даже не хочется как-то осуждать. Но уместно ли подобное в случаях со скандалами уровня Burning Sun и реальными уголовными преступлениями? Насколько хорошо компании знают своих собственных артистов? И стоит ли воспринимать заявления агентств как стопроцентную правду? Как вы думаете? Пишите комментарии и не забывайте переходить в телеграм-канал. Там публикуются все главные новости. Я делюсь своим мнением и обсуждаю все с вами. Ну а пока я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока!